31 марта в Анастасиевском сельском поселении отметили светлую и одновременно скорбную дату в истории поселения – 74-ю годовщину со дня освобождения станицы Анастасиевской от немецко-фашистских захватчиков. По традиции, в этот день у мемориала советским воинам прошел торжественный митинг. Около года станица Анастасиевская была оккупирована фашистами. Здесь стояли горнопехотные полки и офицерские части немецкой армии. Борьбу с оккупантами вели советские войска 41-й Сухумской дивизии НКВД и десант из 360 воинов. 31 марта 1943 года в ходе упорных боев станица Анастасиевская была освобождена от врага. Почтить память героев, отдать дань уважения великому подвигу солдат-земляков. На митинг пришли ветераны, труженики тыла, жители, учащийся школ, представители поселенческой и районной администрации. Открыл митинг председатель районного совета Григорий Литовко. Сегодня присутствует много молодых ребят. И они должны помнить и передавать будущим поколениям, которые будут вступать в жизнь, какой ценой завоевано сегодняшнее счастье, сегодняшняя счастливая мирная жизнь. О том, как воевали прадедушка и прабабушка, сколько пришлось им пережить во время войны, 12-летний Игорь Краснобородько знает из рассказов родителей. Прадедушка Григорий Аверьянович Краснобородько был призван в армию в 1941 году и попал служить на Дальний Восток. Участвовал в японо-китайском конфликте и погиб вместе с другими солдатами, подорвавшись на минном поле. Прабабушка Матриона Николаевна Клименко на фронт была призвана в 1942 году. Она была медсестрой, помогала раненым солдатам. Мама рассказывала, как прабабушка. Она была медсестрой, она полезла вытаскивать изъямы подстреленного солдата, получила огнестрельное ранение. По словам Игоря, эти истории он будет хранить в своей памяти всегда. А когда у него появятся дети, расскажет им о героическом прошлом своей семьи. Тех, кто не вернулся с войны, кто не пожалел своей жизни для Родины, почтили минутой молчания. Затем в знак вечной памяти участники митинга возложили цветы под ножью монумента славы.